Здравствуйте! OnePlus Bullet Wireless 2 – это внутриканальные беспроводные наушники с так называемым ошейником. Похвастаться они могут хорошим временем автономной работы около 12 часов, быстрой зарядкой, а также поддержкой таких кодеков, как APTX и APTX HD. При этом сама по себе форма наушников удачная, так как душка гнется, она не создает какого-то дискомфорта и в общем-то решение удачное. Также удобно сидят в ушах за счет того, что форма корпуса эргономичная и звуководы достаточно хорошо высунуты. Также производитель не поскупился на амбушюрах, они здесь чувствуются, что не бюджетные, а вполне себе адекватные. При этом управление реализовано на блоке, который находится с левой стороны на левом кабеле. Здесь все классически, это три клавиши для регулировки громкости и плей-пауза, а также с обратной стороны находится микрофон. В том случае, если наушники соприкасаются магнитами, естественно, музыка ставится на паузу, а также наушники выключаются. И хочется как-то поскорее перейти к звуку и... Когда проходишься по самой частотной характеристике наушников, то как воспринимается она на слух, то звучит это немного как-то диковато. Так как субас очень-очень убран, его практически не слышно. Ближе к мидбасу уже чувствуется такой как подъем. Середина, наоборот, немножечко так проваливается. И СВЧ, то есть средневысокие частоты, наоборот, немножко на таком на подъеме находятся. И опять-таки, ближе уже к самым высоким частотам, естественно, ощущается спад. Звучит все это странно, но при этом настроены наушники как-то так, что... Это звучит, ну, нормально. Не сказать, что это какие-то аудиофильские наушники. Это наушники для обычного человека, обычного меломана, который не загоняется по таким понятиям, как ширина-глубина сцены. И, как заявлено самим производителем, в каждом корпусе находятся по три излучателя. Один динамический и два арматурных. Но при этом звучат они как-то именно как вот просто динамические. То есть, по логике вещей, за середину и за высокие частоты отвечает арматура, но она как-то не отдает своим таким типичным характерам. Звучат просто как динамические наушники. И для того, чтобы как-то более-менее правильно описать звучание, лучше его просто сразу же сравнить с основными какими-то конкурентами. Выбрал я следующие модели. Это Meizu EP52. Правильно было бы выбрать еще и Meizu EP63, но, к сожалению, я их звучание не помню и возможности послушать перед обзором не было. Также это будет Sunmagic E11BT, Sennheiser CX 6.0BT, Sony VI-C400, Sony VI-1000XM2 и Wizard. Модель я вот здесь вот где-то напишу, потому что я вот знал, что неправильно ее назову. Итак, если сравнивать с Meizu EP52, то определенно по детальности EP52 будет намного лучше. Но при этом в 52-х, в EP52, ощущается как такой явный акцент на низких частотах. Но он ощущается. И при этом само звучание наушников будет зависеть от того, сможете ли вы их правильно посадить. Так как наушники маленькие, но все равно посадить их глубоко не получается. Поэтому и у каждого свой итоговый результат в итоге получается. А в случае с Sony VI-C400, все вроде как просто, потому что C400 это такие истинные Sony. То есть это много баса и середины и высокие частоты не отличаются какой-то там информативностью, детальностью или еще чем. Уже намного интереснее будет сравнить именно с VI-1000XM2. Так как по уровню они уже относительно близки. Хотя все равно слушать OnePlus будет приятнее. Так как наушники звучат более натурально. Несмотря на то, что все вот эти вот скачки по частотам есть. Но ты это не настолько замечаешь. Потому что они не прям такие резкие и не огромные. То есть они просто иногда себя проявляют. Поэтому если бы в VI-1000XM2 был бы такой же звук, как здесь, то было бы даже лучше и было бы интереснее. Сравнивать с Soundmagic E11 BT сложно, потому что E11 BT от Soundmagic это прям такие аудиофильские наушники. Они пытаются быть правильными, такими вот без каких-то там явных приукрасов. И причем у них это получается. И есть только одно такое маленькое, но большое но. По громкости их явно не хватает. Просто не хватает. В случае с OnePlus такой проблемы нет. То есть 80% от максимального звучания, как правило, хватает. Очень редко приходится слушать на 100%. В сравнении с Sennheiser CX 6.0 очень схожая ситуация, как и с Sony VI-C400. Так как в CX 6.0 ощущается все равно в акцентировании низких частот, но намного лучше с проработкой середины и высоких частот. То есть в некотором смысле они даже могут быть приблизительно равны. Но это все уже приводится к такой чистейшей вкусовщине. То есть невозможно сказать, что будет на 100% лучше. CX 6.0, либо же OnePlus Bullet Wireless 2. Такое название с этими английскими словами сложно. Не хочется с ним каким-то совсем уж неправильным акцентом сказать. Если сравнивать с Wither, то опять-таки вот еще одни наушники, у которых есть акцентирование на низких частотах. То есть и даже в случае с Wither не то, чтобы их там прям много, а им не хватает очень скорости и собранности. То есть они такие немного прям бубнящие. Поэтому для любителей низких частот это будет хорошо, это будет классно. Но если хочется чего-то более-менее правильного, то опять-таки OnePlus будет более правильным решением. Я, честно сказать, даже не до конца понимаю, как, судя по этому описанию, звучит так, как будто бы они хорошие, либо же они плохие. Поэтому это те наушники, которые не хочется ругать. Потому что, в общем-то, они удобные, они долго работают, быстро заряжаются, в общем-то, не ощущается какой-то дешевизны в них. Но и одновременно с тем, за что-то вот хвалить, прям так конкретно хвалить, их не хочется. Это просто один из хороших вариантов, которые стоит рассмотреть. И если у вас нет возможности как-то послушать наушники перед покупкой, у нас в магазине их можно послушать, то да, это тот вариант, который можно рассмотреть. Потому что, еще раз повторюсь, косяков, как таковых, явных в них не было замечено. Поэтому что-то как-то размусоливость дальше не вижу смысла. Я думаю, что общий посыл уже понятен. И если у вас остались какие-то вопросы по каким-то, там, просто остались вопросы, то пишите их в комментариях. И, в общем-то, все. В очередной раз уже попрошу, если понравилось видео, поставьте лайк, не понравилось – дизлайк. И на этом точно все. Вам большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok